Начну с давней истории. 15 лет назад в Одессе я инсталлировал аудиосистему моему знакомому его автомашину Toyota Camry, готовя машину к чемпионату Европы во Франции по автозвуку. Все компоненты отбирались из самых топовых. И самое главное, отбор пошла только по музыкальности и совместимости их в системе. Например, динамические головки отбирались из десятков штук на совместимость в стереопарах и их музыкальности. Таким образом, были отобраны лучшие, все было установлено и снято для дальнейшей доводки вне авто. Хозяин за это время успел разбиться насмерть вместе с машиной. Никто не претендовал на компоненты, и все, что у меня было, его осталось невостребованным у меня. Сын неоднократно просил, чтобы я отдал ему эти компоненты. Ну или чтобы хотя бы не валяться, советовал построить какую-нибудь систему. Имея уйму времени, а я пенсионер, желание, прекрасное оборудование, дерево ценных пород, а я по профессии столер-краснодеревщик, я взялся за осуществление этого проекта. Уважая идеологию Хаэнда и ее совпадение с моими музыкальными пристрастиями, была поставлена следующая задача по строению звуковой системы. Первое. Соответствие внутреннего содержания внешнему эстетическому облику. Второе. Никаких ограничений в экономическом плане. Третье. Никаких компромиссов в изготовлении. Все должно быть самое лучшее. И четвертое. Акустика должна соответствовать тем предпочтениям музыки, которые я имею. Как-то ворочная музыка, камерная, классическая, джаз, хоровое пение, органное. Быть всежанровой этот проект не может. На этом множество причин. Совершенно другая идеология, другие динамики, другие размеры и так далее и так далее. На выбор дерева в изготовлении колонок повлияло несколько факторов. Ну, хотелось узнать, а что же делают лучшие бренды в мире. Я просмотрел весь интернет, клякая ключевые слова. Самые эстетичные, самые красивые, самые музыкальные. И обнаружил. Топ самых-самых только один. Их стоимость. Глядя на этот топ, мне стало страшно. Это сбор каких-то предметов. Это какие-то ящики в виде надгробий. И жуткие зверюги из чьих-то страшных и дурных снов. А у некоторых еще и поэтические имена. До венчера, кукоп, барокко, лиро, наутилус. Бывая в салонах, я много прослушал акустики разных ценовых категорий. Откуда сделал вывод? Полное несоответствие музыкальных возможностей и их внешнему виду. Нововодные веяния слышны в звуках колонок. Ну, например, кевларовый диффузор. Прекрасный кевларовый звук. МДФ-шные, МДФ-ные и ДСП-шные ящики дают прекрасные. Никакие лишенные правильных ультр- или обертоновых звуков. На прослушиваниях я всегда был со своей женой. Она любит это. И как-то после очередной порции жутких звуков, в ужасном, никаком оформлении, она извлекла самую мелодичную фразу, которую я когда-либо слышал. Дорогой, ведь ты же умеешь. Сделай, чтобы звучало, как ты любишь сам. Ну и сделай, чтобы это было красиво. Сказано сделано. Итак, ящики музыкального радиального распила, прямослойное, от слоя до слоя 2-3 мм, высушенная ель, без единого сучка. Это передний и задний декор. Верхняя, нижняя, боковые, то есть обечайка по-музыкальному. Это массив корня ореха. Высушенный, но его распилены на ламели из ствола. И пришлось для этого купить гигантскую лемточную пилу с распилом по высоте 300 мм. Размеры динамических головок определили вид акустики. Полочного типа, объемом 15 литров. Недостаток полочника, это, как правило, большой диапазон воспроизведения одной головкой. Поэтому система была сделана трехполосная. Итак, МЧ, Мишин 6,5 дюйма, бумага 46,400 Гц. Среднечастотный, в рупорном, БОС. Бумага 405,500 Гц. Это уникальный американский маленький динамик. Ну и высокочастотный динамик, Мишин в оформлении раковина. Это не рупор. Акустическое оформление, фазоинвертор. Совсем не аудиофильное приблудо. Был сделан случайно, как эксперимент. Я услышал, как три контрабасиста одновременно щекнули открытую Ми, 42 Гц. И фазик навеки поселился в нижней части колонок. Все головки увязаны фильтрами первого порядка. Я не исповедую других. Каждая головка получила по своей родной сестричке. Это цепи Цобеля-Бушер, рассчитанные по методике Игоря Гапонова. Я ее считаю единственной верной, в отличие от гуляющих по интернету всяких других измышлений. Кстати, частоты разделов также по методологии Игоря Гапонова. Сразу говорю, он очень трудный в понимании, но если понял, альтернативы ему нет. Естественно, РЦ-цепочки закреплены на головках. Все динамики, обвязанные высокого качества медным по серебряным шестижильням, свитым в косичке, во второпластовой и шелковой изоляции проводом военной приемки. Каждая из жил увязана по направлению движения электронов в общем проводнике. Концы, обпаянные серебряным припоем. И все это только под зажим латунных колодок. Все эти заморочки не блажь. Я до этого, например, на внутреннюю проводку порезал пять кусков дорогущих кабелюк. И ни один из них не хотел играть. НЧ-драйвер спился с гигантской катушкой, с воздушным сердечником. СЧ-головка после множества проб полюбила наши отечественные переделанные конденсаторы МБГО, что очень добавило веса ящикам, ну шунтированные таким же гигантским для этих ящиков, конечно, полипропиленовым К-73П. В СЧ-головка не отстала от СЧ и влюбилась в тот же К-73П, но с гигантским бутербродом из серебряно-следяных конденсаторов. В результате чего этот бутерброд застолбил свое место под Солнцем. Все резисторы 0,5% точности. Естественно, проволочные. Кстати, все элементы находятся в этом диапазоне допуска. Все элементы схемы фильтров сориентированы по направлениям. Методика, которой я владею, не скрою, а я тут один, поэтому не разглашаю. Ввиду того, что применено дерево, демпфирование головок, так называемое жесткое, а это состоит из неправильной формы СЧ-бокса и гигантского фильтра, расположенного прямо напротив анчеголовки. Никаких синтепонов, поролонов и прочего. Итак, ящики склеены смесью, кстати, клеек животного происхождения, потому что другие не звучат. Все компоненты установлены, ну и включаю. О, ужас! Оркестранты, пьяные инструменты никто не настраивал. Четыре месяца я воевал с настройкой системы. Единственное, что радовало дерево, я слышал. И это очень радовало. А у музыкантов есть такое выражение «сустейн». Это дорогого стоит. Если его нет, став крест. Война с проводами, типами конденсаторов, подбор делителей, напряжений и так далее, и так далее, и так далее. Показала самое главное. Система отзывается на все изменения, показывая сразу, на каком ты пути. Что означает, а знаю по опыту, все будет пучком. Наступил день в январе, и я услышал голос. Конечно, это не тот масштаб, динамика, моща, напор, который я слышал однажды в 60-х, 70-х годах, когда мой товарищ Володя Берестецкий привел меня, пластиночника, в квартиру к Пикерсгилю в Одессе, где я услышал из полукубовых ящиков с кенапевскими динамиками, ямки дудель в исполнении парового оркестра военно-морских сил США. Это другое, более мягкое, более певучее. Это то, что я и ожидал услышать. Жена сказала, что это и есть барокко. Ну, как обструганное полено назвали именем Буратино, так и мои ящики получили свое имя. Покрыты они настоящим рояльным лаком, с полировкой, как у дорогих авторов, с добавлением настоящего порошкового перламутра. А позолоте? Вот позолота нарезных элементах не есть дурная прихоть обожравшегося эстета, а та синергия, в стиле которой были созданы эти сестрички. Весьма нелегкие по 13 килограмм ящики были установлены на подставки с развязкой от них с помощью резиновых демпферов. Сами подставки отвязаны от пола с помощью шипов. Трехточечная опора позволяет не регулировать устойчивость конструкции. Итак, прослушивание. Я производил в цеху, где были изготовлены эти роскошные предметы интерьера. 72 метра квадратных, не приспособленного абсолютно для прослушивания. Загруженное оборудованием помещение оказалось как раз то, что и надо. Колонки. Не почувствовали себя чужими. Барабан, бочка. Вкупе с бас-гитарой может очень даже методично обстрякивать содержимое желудка. База колонок. Три метра. Я слушал музыку, находясь в четырех с половиной от ящика. Если уйти вправо-влево, на какие-то жалкие полтора-два метра, сцена не смещается. И музыка не липнет колонкам. Акустическое оформление высокочастотного динамика. Это не рупор, а раковина. Поэтому именуется бородка. Поэтому и есть такой эффект, который мы говорим раньше. Кстати, в 50-е, 60-е, 70-е годы все танцплощадки были оснащены ракушкой для оркестра. Среднечастотный динамик нагружен на хитрый рупор, чтобы убрать влияние гриля. В фазик днища упирался в специальный рассекатель, как жена сказала сиська, чтобы убрать влияние площадки, на которой он стоит. Теперь о том, что участвовало в этом деле. На видео видим цех, который расположен в горном Крыму, напичканный самым современным оборудованием и приспособлениями, позволяющим изготовить любую мою задумку. Все хендмейд. Никаких ЧПУ, никаких лазеров, никаких лазеров, позволяющих все мои заморочки делать. Ну и, естественно, измерительная аппаратура. Это дедовский, но высокоточный звуковой генератор, да мультиметр с функцией измерения емкости и индуктивности. Ну и, не побоюсь этого слова, мои золотые в 71 год уши. Все только на слух и только. Поэтому очень разочарую тех, кто вместо музыки слушает основной тон звукового генератора, сопровождая это просмотром легких годючных графиков и совсем не музыкальных терминов. Как-то децибелы, чуйка, курсант фаза. Ну и ее сдвиг. Что говорит о том, что наверняка в этом мире что-то сдвинулось. На кону следующий этап. Всежанровая акустика. Ваши комменты, лайки и прочие ютюбовские заморочки при определенном количестве даст мне возможность порадовать вас, ценителей высокого, следующей публикацией. Прослушивание колонок будет выложено в ютюбе на отдельном видеоролике. Слева от ленточной пилы два ящика, в которых я держу колонки до того момента, как они будут установлены окончательно. На этом заканчиваю. Засим всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok